всем привет это видеоблог с александр нравится вот это вот просто вот так вот смотрите на вот эта вот его нет на вот такой стороны не посмотри filth это вот так как конечно вот это вот вот еще вот это вот и вот не много этого и вот этого как бы все от вкусах александрeremos мы уже знаем это просто звезде сашками вчера такой кунда и ионик новый, только вот появились фотографии, он нереально красивый такой, аббасадцы просто. Я так не говорил, я тебе сегодня с утра сказал, что это одна из новых новостей. Нет, не говорил, что это аббасадцы. Чувак, когда мы снимали эту очку, он скоро... Я не говорил, что аббасадцы, я говорил, что она прикольно выглядит. Нет, ты сказал, что она очень красивая. Ну, чувак, красивая ли это? Моё мнение, что Hyundai Ioniq 5, это охрененно выглядящий автомобиль. Да, который рисовали ногами. Это классный электромобиль, который не выглядит по-корейски. Он выглядит достаточно стильно, в нём много прямых линий, в нём очень хорошо сочетается и оптика с прямыми линиями на морде. То есть, это квадратные такие линии. Короче, мой дизайнерский интерес в этой модели полностью удовлетворён. Я, как видел вот на тизерах, я приблизительно такое себе мог предположить. Это хэтчбек, что уже хорошо. Он выглядит сдержанно, что тоже важно. То есть, это не футуристический. Вот Volkswagen ID выглядит ублюдски, я считаю. То есть, я не говорю, что машина плохая, но выглядит он как и Nissan Leaf, как некоторые другие электромобильчики. Очень типа футуристично, типа современно, но на самом деле очень некрасиво. Это дело вкусов. Мне нравятся Jimny, мне нравятся грубые формы, мне нравится кубик, мне нравится... Слушайте, мне бы даже Defender понравился, будь он нормальным автомобилем, потому что он выглядит стильно на самом деле. И вот это мне понравилось, как городская машинка. Я считаю, лично моё мнение, что она выглядит классно. Более того, это будет достаточно доступный автомобиль, несмотря на то, что ценник её будет доходить до 68 тысяч. Но за 68 тысяч ты, по сути, получишь едва ли не спорткар. Ну, то есть, за эти деньги ты получишь полноприводный автомобиль, который разгоняется за 6 секунд до сотни, у которого запас хода там 450 километров. Это неплохо, и с полной-полной комплектацией. Но даже в базовых версиях, там, кстати, что интересно, у неё будет, если не полный привод, то она будет заднеприводная. За 68 тысяч мы получаем мелкий вот такой высерок, да? Да, понятно. Ты неадекватный. Потому что даже вчера, когда мы снимали рубрику, мы не будем говорить про какую машину, человек сказал, я хочу себе, для меня важнее всего комфорт, не важно, как машина быстро едет, расход говорит, не важно, мне очень важен комфорт, но я хочу маленькую машину. Это был, мы его даже не провоцировали на эту фразу, это он просто делился своим опытом. Есть люди, ещё раз, которым нужна маленькая комфортная машина. Назови мне сейчас несколько. Вот тебе нужен автомобиль до С-класса, но исключительно лухари, ну, в плане там, не Rolls-Royce, но чтобы ты чувствовал себя не как в Aveo или в Accent. Я не говорю, что это плохие машины. Ты готов заплатить больше? Нет, я тебе говорю, что есть люди со спросом, и маленькие, это не значит плохой автомобиль. Я же ничего не говорю просто. Ты говоришь вот за эту маленькую фигню. Чувак, я транслирую лично свои мысли, как ты транслируешь лично свои мысли. Нет, ты транслируешь, и это нормально. Ты меня начал обвинять, что мне это нравится. А мне это действительно нравится. Ну, так я тебя в общем обвинилась. Смешно с моей стороны. Ладно, ну да, ну просто 68 тысяч долларов, когда ты смотришь на что-то по размерам с больфу. Хорошо, в базе она будет сколько? 40 лет стоить? Вот это я не знаю. Ну, окей, ну там больше 20 тысяч зазора не будет. Ну, 1045 она будет стоить в базе, не меньше. Не думаю. Ты думаешь зазор 30 тысяч в зависимости от комплектации? Высказываю свое мнение. Так, а что высказывает свое мнение? Ну, это маленький высорок, который типа, а, и будем рисовать что-то интересное? Да забей, просто пристрем какие-то а-ля квадратные фары. Сзади, ну, на рендерах и на вот этих вот красивых фотографиях, там где она стоит с правильным светом, она выглядит, возможно, и красиво. На первых утекших снимках, которые появились, она выглядит максимально ублюдисто, неинтересно, совершенно не привлекающе. Я бы за эту машину в жизни не отдал 40 тысяч, потому что, как по мне, есть более интересный автомобиль. Или если вам нужен компактный электрический хэтчбэк, maybe, но есть же варианты от других, есть полугибриды, не полностью электрические. Если вам чисто нужна электричка, насколько мне не нравится Tesla 3, но Tesla 3 будет намного интереснее, я думаю. Я так понимаю, что стоимости еще нет, только это анонс, это не заявленная цена, это анонс, который ожидается, что в топе он будет стоить вот столько. Я смотрю на живые фотографии, посмотри на эту жопу, чувак, она выглядит очень... Честно, я еще скажу вам так, для Hyundai это просто охренеть как хорошо, потому что они делают достаточно ублюдские машины на корейские, где все вот такое дутое, покатое, карбон сочетается с кожей, с пластиком твердым, мягким, отдельные там... Ну, то есть машины, которые меня лично не привлекают вообще, это чисто вот на такую корейскую смазливую аудиторию. Это строгий автомобиль-электромбиль. Я считаю, что они молодцы. Они сделали даже, посмотри, с первым Иоником, который был очень невзрачным. То есть он был как Prius-мобиль, не уродский, но очень невзрачный. Они сделали хорошую машину. Вообще не имею ничего против, если она будет стоить дорого, если базовая версия будет доступна. Я думаю, что от 35 тысяч будет стартовать ценник плюс-минус этого автомобиля. Ну, вот короче так. Просто я ожидал, что он будет действительно какой-то футуристичный, какой-то стильный. Я считаю, он достаточно футуристичный. Ну, ты понимаешь, как это на рендерах? На рендерах, извини. Это не рендер, это фотографии. Уже вот живые фотографии, еще раз. Ну, вот живые фотографии, на которые я стрел, она выглядит как ублюдок. Ну, это же с тестов. Ты понимаешь, что с полигонов. Куча вот этих вот полос непонятных. Она так и будет выглядеть, как вот... Просто с идеальным освещением любая машина. Даже Руна Меган будет выглядеть офигенно, чувак. Как ты... Как я зашел? Ну, ты такой... Ты хотел же про Сузуки Джимми сказать. Футуристичный салон достаточно, но при этом... Кстати, салон мне не очень нравится. Если что, просто два экрана. Ну, вот, кстати, я против большого количества экранов в современных автомобилях, потому что машину ты можешь купить себе на лет, условно, там, 7, а экран этот устареет лет, там, через 3. Ну, не скажи, если сделать все по уму и с большим разрешением, например, сделать. Условно, как сделал когда-то Джобс, когда в iPhone 4 добавил это ретино-разрешение. Ну, да, я согласен, но автомобилисты так не делают. Они до сих пор делают такие магнитолы, что даже в топовых автомобилях, там, вот я смотрел на Туареги новом, качество экрана не просто оставляет желать лучшего. Ты там чуть отклоняешься, он выцветает сходу. То есть, это то, к чему там в гаджетах мы бы вообще сейчас защемили. А в автомобилях это, типа, нормально, но он же большой. Я просто почему отталкиваюсь с этого, потому что я помню первый Citroen Cactus, когда показали, их много на наших дорогах ездят. Машинка недорогая, но у нее приборка, это экранчик маленький, очень некачественный, очень некачественный. Там разрешение, по-моему, 320 на 240, ну или что-то около того. И он уже на тот момент по меркам гаджетов был, ну, просто устаревший, как десятилетний какой-то смартфон, понимаете? А ты покупаешь машину на несколько лет вперед. И я понимаю, что лучше там пусть будут стрелочки. Ну, зато у него была полочка, куда можно было поставить вазон. Ага, а еще там был этот, как его... Airbump были. Не-не-не, самое лучшее, что в нем было, скажи, самое лучшее, это... Подожди. Робот, робот, во! До рестайлинговый это робот был, который, чувак, я помню одного нашего знакомого, не будем говорить кого, который не знал, что такое робот. И он припарковался, типа, думает, так, буквочки П нет. Ну, на чем не едет? На Н не едет. Оставил, а потом я выглядываю с окна, а машина в другой машине стоит. Это, ну ладно, это понятно. Это его ошибка, потому что надо было на ручник ставить. Кстати, что тоже очень плохо, потому что иногда со временем ручники могут срываться. И вот ты представь себе, ты ставишь ручник, а он у тебя сорвался. Или закис, вот, или подмерз, и все. Да, то есть ты остаешься с машиной, которую только на идеально ровной или колодочке подставлять своим современным автомобилем. Но кроме этого, она же не едет ни хрена с этим роботом. То есть не то, что нет, оно именно переключает, как будто там сидит человек, который не очень умело пытается вставить передачу на Зиле с двойным сцеплением, понимаешь? И он это... И там, если бензиновые версии еще ездили, то дизельные просто есть у наших знакомых, они брали ее 2-3 года назад и доездили до того пробега, что это больше 100-120 тысяч, что двигатель как бы уже ех на последнем издыхании, а капиталить его не капиталя. Там только замена по факту. И раз мы уже начали говорить о двигателях, об экранах, ибо всем остальном, поговорим немного о Google Maps, которые немного обновили, и Android Auto немного обновили. Во-первых, на Google Maps для Android появилась черная тема полностью. Это очень важно, очень стильно, очень молодежно. Раньше только карта у тебя в черный превращалась. Теперь все, весь интерфейс. Но теперь обновился еще Android Auto. Появилось разделение экрана, то есть у тебя карта может быть с одной стороны, а какое-то мультимедийное приложение с другой. Какое, например, управление музыкой? Гениально! В китайских магнитолах это было, хрен знает когда. В CarPlay. Чувак, это было в телефонах, когда появилось только разделение экрана. Почему в 2021 году додумались до этого? Неважно. И также появились в Android Auto, не поверишь что. Смотри, тебе нельзя включить Android Auto, если ты не на паркинге. То есть, если ты просто подсоединяешь телефон на ходу, тебя просят подсоединить, нужно полностью остановиться, тогда Android Auto заведется. Тебе нельзя смотреть ролики на Android Auto. Тебе нельзя кучу вещей делать, но зато в Android Auto добавили игры. Теперь ты можешь поиграть в 4 игры, которые разработаны компанией Google. И будет прикольно, если еще интеграция с рулем есть, и ты можешь ехать за дорогом и уиграть в гоночки. И в жопу все, что происходит на дороге. Но это абсурд просто, потому что я не раз, когда сидел в тачке, у которой есть Android Auto, я ловился на мысли, что когда я кого-то жду на парковке, там, возле торгового центра, когда женщина пошла что-то выбирать, я с ней не пойду, потому что мне лень, я сижу, что делать. И у меня как бы телефон подключен к Android Auto, но я ролик на YouTube не могу поставить. Либо у меня звук выводится туда, я смотрю на своем экранчике. Знаешь, я тебе скажу, что почему они не добавляют, скорее всего, ни в CarPlay, ни в Android Auto видео? В режиме парковки. В режиме парковки. Я думаю, что режим парковки для магнитолы обходится очень легко. Если такая возможность будет, то сразу же появятся умельцы, которые определенными предохранителями или их заменой, или чем-то... Это будет их проблема. Ну, да, но сейчас они не дают возможности нарушать. А игры? Игры, чувак! Вот, это абсурд, я согласен. Вообще, ну, еще раз повторюсь, не то чтобы наши предвзятые отношения, или лично мое, но Google, я считаю, лично я считаю, что делает очень много всего неправильно. Мне бы, конечно, судить, которая такую корпорацию, да, но тем не менее, их же троллят тупо все. Ну, посмотрите, ну, со стадией эта ситуация. На прошлой неделе мы говорили, что в стадии проблемы с играми, они там прикрывают часть, которые некоторые проекты, которые покупали для разработки, они их прикрыли. Потом они блокируют аккаунт разработчика игры Terrarium, да, которая... Террария, которые там старались выпустить для Google Study. Просто так! Просто вот взяли, заблокировали, без всяких на то упоминаний. Он начал там разбираться, ничего не смог решить, а это же все заблокировалось. Он говорит, а пошли вы в жопу, ничего я для вас разрабатывать, короче, не буду. Но это не все. После этого там происходило-происходило, это, кстати, их отношение к инди-играм, на которые они типа должны делать акцент, как сказали после закрытия своих студий. На этой неделе на них подали коллективный иск? Да, да, да. И мы об этом сейчас поговорим. Но перед тем, как мы перейдем к Google Study, я еще хотел очень смешная просто картинка, понимаешь? У него реклама игры. Пока ты в режиме навигации, тебе голосовой ассистент. Пока, ну, возможно, ты соскучился за рулем, пока ты ведешь машину. Попробуй поиграть в игру. Типа, чего? Это же официальная картинка, человек, понимаешь? Я понимаю, может, какая-то голосовая игра там будет, но все равно это от себя, тебя система отвлекает. На ходу она не будет работать. Я думаю, что это все-таки не на ходу, но, да, даже этот скриншот, ты сидишь за рулем, у тебя повещение поверх навигации, оповещение про игры. Ну, серьезно, кто-то же должен был это опрубить. Это гениально. Есть какой-то питчинг идеи? И типа, а давайте, вот мы сделаем, ну, видео смотреть опасно, но мы сделаем, чтобы игры, не, ну, слушайте, игры со рулем играть, это опасно. Ну, да, ну, пусть оповещения поверх навигации всплывают. Ну, о, давайте все. Следующая будет реклама, если что. Короче, я, как оставался при своем мнении, так и остаюсь. Google навигация, Google Т, как оно? Android Auto. Android Auto хуже, чем у Apple CarPlay. Я знаю, что есть разные мнения. Я протестировал то и другое. У меня в автомобиле есть и одна, и другая система. У меня телефоны поддерживают и то, и другое. То есть, на Android есть телефон, на iOS. И лично, по моему мнению, по сравнению, естественно, после последних обновлений в двух последних версиях iOS, CarPlay очень сильно изменился. Потому что до этого это тоже было жестоко. То есть, к примеру, самое раздражающее, что было в CarPlay, ты, если включил навигацию, условно, там, Google Maps, у тебя на телефоне должна быть запущена Google Maps на экране. Если ты сворачиваешь, оно сворачивалось и там. Это очень дико было, да, тоже не было дашборда, но дашборд появился два обновления назад. А за год там появились все популярные навигации. То есть, ты теперь можешь в дашборде в одном окошке у тебя, к примеру, Waze со всем отображением, с пробками, ну, вся информация нужна. И там, к примеру, медиа, окно, дополнительная еще информация какая-то. То есть, ну, реально, рабочий стол. И при этом ты телефон можешь там ответить на, когда в поруке стоишь, там, на смс-ку или посмотреть что-нибудь, но навигация у тебя сворачиваться не будет, как и любое другое приложение. Но в защиту Android Auto, вот скажу, что у iPhone этого нет до сих пор и вряд ли появится. А в Android это при помощи, конечно, костылей, потому что по какой-то причине приложение само Android Auto недоступно в нашей стране и для череды телефонов, для которых оно как бы есть, оно не поддерживается. Скачать с Play Market ты не сможешь. Придется установить APK-шку. Но установив эту APK-шку, ты без поддерживаемой магнитолы можешь запустить Android Auto просто на экране своего смартфона. И у тебя появляются все преимущества Android Auto. Это, конечно, игры поверх экрана, реклама, вот это вот все. Но если говорить серьезно, у тебя просто значительно увеличивается интерфейс. Он делится буквально на 3-4 строки, типа звонки, навигация, музыка и, по-моему, настройки. И оно все большое, все удобное. И я этим не раз пользовался. Плюс начинает работать точно так же, как в Android Auto голосовой помощник, которому ты можешь задавать маршрут, у которого ты можешь просить там набери того, набери сего или там переключи трек. Голосовой ассистент становится постоянно активным. То есть в старых автомобилях или если вы не хотите раскошеливаться на дорогую какую-то магнитолу с поддержкой Android Auto, вы можете использовать просто свой Android смартфон, скачав приложение Android Auto. Это, как по мне, очень крутая штука. Чего, к сожалению, нет на iPhone. Слушай, я вообще где-то такое видел на iPhone, но точно не могу вспомнить. Я пытался понять, как это включить, когда еще восьмерка. Тогда точно не было. Сейчас, на данный момент, вроде как бы нет. Ладно, расскажи пока что про стадии. И вот, возвращаясь к стадии, на стадии, на Google подали коллективные иски за невыполнение и обещания. Я вот еще на момент стадии, когда все так восторженно хлопали ручками, говорили, что все, консоль умирает, потому что Google сделали вещь. Google не сделали вещь, они переоценили свои возможности, потому что до сих пор, несмотря на обещания, которые были, что будут игры идти в разрешение 4К 60 FPS, игры не запускаются в этом разрешении. Причем к иску примкнули не только пользователи, которых по факту обманули, которые покупали Stadia Founders Edition, которые подписку Stadia Pro, платили за это все деньги, голосовали своим долларом условно за все это продвижение. Их по факту обманули. К этому примкнули еще разработчики игр. Это ID Software и Bungie, у которых тоже как бы игры до сих пор не работают из-за проблем на стороне Google и из-за проблем на стороне Stadia. Потому что их игры запускаются либо в Full HD 60 кадров, либо с интеллектуальным масштабированием, то есть при помощи апскейлинга растягиваются до WQHD и запускаются в 30 кадров. Вы представляете себе играть в Doom в 30 кадрах? С апскейлом еще каким-то непонятным, который, возможно, ухудшает еще картинку. Это бредят не полнейшее. И вот все эти обещания, что Stadia мощнее, чем Xbox, PlayStation вместе взятые, обосрались. Они позакрывали свои студии, несмотря на то, что они сначала похвалили их, и потом неожиданно, буквально через пару недель сказали, а все, мы вас всех распускаем, вы будете заниматься совершенно другими делами. И казалось бы, чувак, вспомни анонс Apple Arcade. Я не говорю, что это мега успешная платформа, но мы сейчас о другом. Анонс Apple Arcade. Аркадные казуалочки, всякая вот эта фигня, и вместе с ними Stadia выходит. И как кричали, что Apple творит, вот это однопальцевое говно, никому не нужное. Здесь Stadia, ты будешь играть, вот прям сидеть, и во все это играть, вот все, вот это, ну короче, ты понял, все вот это, 4К, 60ФП. Ну, просто проходит год. И где Stadia, где Apple Arcade? Apple Arcade, не где, что-то что-то. Apple Arcade все потихонечку развивается. Про него что, есть, мы просто в этой теме не крутимся. Почему? Потому что я играю только в танки, с вами в лол. Но я слушаю подкасты даже в Завтракасте. Это, ну прям такой нормальный игровой подкаст, где очень много рассказывают про игры. И ребята, я знаю, что Apple деньги не заносит никому, если что. Они совершенно адекватно рассказывают, вот там такие игры есть, классные, что типа, то есть, есть хотя бы мнение, то есть, про стадию никто сегодня не скажет, что это, ну я не слышал, что-то говорили. Да нет, ну вы не понимаете, это классный на самом деле проект. То есть, все, люди все понимают, что это тупо жопа, никто в это не будет не играть, это мертворожденный продукт. Там хотя бы есть аудитория, понимаешь? Они мертворожденный продукт сделали из-за того, что они себя ограничили очень тупыми рамками. Во-первых, стадия работала раньше только на пикселях, а ориентироваться на аудиторию, которая привыкла играть в мобильные игры, как ни крути, большинство проектов, это все-таки упрощенные игры, для того, чтобы зайти 15-20 минут потратить. И окей, какие-то консольные условные, во взрослые проекты, ты так не будешь задротить, исключая какие-то мобы и всякие королевские битвы. Там это возможно. В сюжетной игре ты так ведьмака условно не посидишь 5 минут, 10 побегаешь там, чтобы пройти миссию, иногда нужен полчаса, час. Они начали ориентироваться со взрослыми играми на владельцев пикселей. Ты понимаешь, какой бредят? И еще, ладно бы это ориентированность. Они еще просили деньги за игры, которые, возможно, у тебя уже куплены, ты еще раз должен их купить. Ну, конечно, это отдельная платформа. Элементарно им нужно было сфокусироваться на том, что стадию можно запустить буквально на любом устройстве, у которого установлен Chrome или на любом Android TV. Это уже бы расширило аудиторию. Тебе не нужно покупать консоли, ты уже можешь на существующем. Им бы наши мозги, они бы далеко пошли. Это максимально просто. Я человек, который в бизнесе, бум-бум, вообще не разбираюсь, но я элементарно это видел, и когда я об этом говорил, звук у нас не пишет, когда я об этом говорил, все-таки, да нет, стадия, вот офигенная штука, стадия, стадия. И где? Не будут играть люди в большинстве своем. Ты не построишь на этом какой-то большой проект, если будешь ориентироваться чисто на пользователей смартфонов, особенно на пользователей Pixel, о которых где эти пользователи Pixel? Да, они попытались сомстить взрослый гейминг. Ты понимаешь, и во время этой стадии есть же подписка на Play Market какая-то, которая тебе дает доступ к каким-то интернетам. Короче, все, закрыли эту тему, это очень смешно, весело, но одна позитивная новость от Google на этой неделе, вернее, слух от Google был. Мы про Pixel 5a говорить не будем, потому что по сути 4a, то есть там первые засветы появились, вообще неинтересно. А вот то, что интересно, появились засветы, анонсы того, что в этом году Pixel выпустят foldable телефон, то есть вот в таком формате, точно вот в таком формате, когда ты разворачиваешь, Pixel 5a бюджетно. Это нет, это в прошлом году было бюджетно. Новая их стратегия в прошлом году была. Как мы меняем стратегию воли, так. Вы знаете, мы нишевое устройство. Мы не хотим сражаться на вот этом нищебродском рынке, поэтому мы будем делать эксклюзивное устройство. Короче, увидите. Пять танков на топ не катит, идем стрелками на мид, все, стратегия в Google. Но у нас тактика в игре меняется, мы себе можем позволить. У них тактика в телефон. Ладно, не буду их осуждать, если они выпустят foldable... Ну, они как раз таки фолдобытал телефон. Фолдобытал. Телефон... Они просто два Pixel 5 прихреначат чехлом, говорят, Pixel 6, смотри. Не подаваем людей плохие. Они же возьмут... Они, знаешь, еще наоборот вот так прихреначат, что они открывают. А как это за два экрана? Никак, в смысле, ты закрыл у тебя экран и открыл у тебя экран. Было бы не так... А на этой стороне записничок бумажный просто. Не так грустно, если б не было правды понимают, что они же такое могут сделать. Да, бумажный. Смотрим, зеркальце. А когда все странички оторвал, покупаешь новые. Или расческу, которую выстреливаете. Открываем. И можешь почесать. О, блин. Короче, первые вот эти вот рендеры, вообще, если взять дизайн пикселя и сделать из него foldable, то выглядит очень неплохо, я вам скажу. И в целом, так как Google, Android, они уже давно добавили поддержку в сгибаемых телефонах на уровне системы. Для них это было бы логичным шагом, мне кажется, купить у Samsung экрана. Это, знаешь, хотелось бы сказать, эти пиксели не будут массовые, в принципе, как и все остальные пиксели никогда не были, вот уже так и не будут массовыми. Но они хотя бы могли сделать для аудитории, как я, типа, на хайпе вот это все. Потому что все-таки мы видим, что foldable телефоны, скорее всего, получают свой билет потихонечку в будущее, потому что все сегодня уже как-то вот вокруг этой темы крутится и Xiaomi, и Oppo, и уже есть новости о том, что Samsung там всему гонгломерату BBK будет продавать дисплеи для сгибаемых телефонов. Это слух, ничего, возможно, общего с реальностью не имеющий, но это то, что я хотел бы увидеть от Google. Если вы смотрите, вот это вот берите на заметку, а не то, что Рома вам говорил. Но продолжим про сгибаемые телефоны. На этой неделе случился анонс Huawei Mate X2. Теперь могу сказать, что я уже год почти знаю, каким он будет, ну что он будет в форм-факторе Galaxy Z Fold. Ну, тогда это просто Fold. То есть, нам про это рассказали еще очень давно, еще до презентации обновленного Mate X, мы уже знали, что следующее поколение будет вот такое, если что. Почему так? Скорее всего, стоимость производства и, соответственно, маржинальность того решения намного меньше, но риски всевозможные намного больше. Это более безопасная технология в производстве и, наверное, даже наличие двух экранов, один из которых в принципе обычный, стандартный, выгоднее просто и в производстве, и легче это сделать, и, соответственно, маржинальность, наверное, будет тоже чуть побольше, но не суть. Телефон получился офигенный, и добавь сюда Google сервисы, это для меня лично был бы сейчас вообще идеальный телефон. Вообще идеальный телефон. Единственное, чего бы я еще хотел, чтобы там iOS было. То есть, я же говорю, ты смотри... идеальный Huawei, так, чтобы Google там был и iOS. Ну, слушай, то, что там нет Google, это не, мы уже говорили, это не Huawei-вские проблемы. Мы сейчас расскажем про него. Буквально вкратце, пока не забыл, видел, Маркес запостил MKBHD в Твиттере идеальный телефон 2021 года, по его мнению. Не, я видел, он спрашивал, типа, чем вы пользуетесь, какими виджетами, а потом выложил свой рабочий стол, что у него просто иконки и стандартный виджет Google. Ну, не суть, он написал, каким я сейчас вот вижу телефон. И меня удивило, то, что он написал. Понятно, что все люди разные, но он говорит, я хочу дисплей, как у Galaxy S21 Ultra, 120 Гц, хочу... Странный выбор, но... Корпус там, по-моему, как у iPhone, он сказал, но самое главное, он говорит, камеры, как в iPhone 12 Pro Max. Не, как в Zenfone 7, он же швык. Говорит, но имидж процессинг, как в пикселе. И отчасти, я с ним даже согласен, потому что большинству этого как бы по вариативности хватает. Но мой идеальный телефон, как бы я хотел бы высказать теперь свое мнение, если бы... Это вот этот Huawei с влагозащитой и на iOS. С кожаным чехлом, с триггер, с AIR-триггерами. Не, ну что, это узконаправлено. Это то, что мне нравится, просто у меня был с триггерами, я его продал. То есть, я попалился. Тебе он нравился. Он нравился. Но идеальный телефон, который я пользовался бы единственным, это вот Huawei Mate X2 с влагозащитой и на iOS. Это никогда не произойдет, понятно, это пока Apple не выпустит за 5000 долларов свой Foldable телефон. Объясню почему. Foldable для меня лично самый удобный формат, потому что хочешь, пользуешься телефоном, ну, типа, он удобный, реально. Хочешь, развернул, играешь в игры, или там, переписываешься по email, или в чате. Это удобно. Ну, реально, телефон охрененный. Но у Foldable, как у Samsung, камеры достаточно простые. Они неплохие, но они простенькие. Здесь же Huawei взяли и сделали следующее. Они скрестили PS40 Pro Plus, ну, или Mate 50, или Mate 40, Mate 40, тоже Pro Plus. Скрестили его с Foldable Design. То есть, там точно такая же камера. Там 10-кратный оптический зум есть, там есть 3-кратный оптический зум, там есть хороший свершили, там есть хорошая основная камера. То есть, модуль камер не упрощали из-за того, что это Foldable телефон. У него нет фронтальной камеры на разворачивающейся телефоне. Вспомните, или посмотрите мою эксплуатацию вот этого телефона, я говорю, на внутреннем экране как бы все стало лучше, чем в первом поколении. Ну, зачем эта дырочка? Уберите ее, и вообще будет шикарно. Потому что сейчас в приложениях надо вручную настраивать, где запускаться в полный экран. А то на некоторых приложениях у тебя тупо черная полоса под высоту камеры. Зачем это было сделано? Я ни разу ее не пользовался. Серьезно, зачем нужна фронталка на внутреннем экране? Надо поговорить по видеосвязи. У тебя есть вот этот экран, который ты можешь поставить вот так даже если тебе надо поставить и вот так вот работать с этим. Ну, короче, не вижу смысла. Huawei это сделали тоже правильно. У них дизайн, я считаю, более хороший, чем у Samsung. Объясню, почему. Здесь щель есть. Да. Там ее нет. И вот туда, если попадет пылинки или какие-то песчинки, и когда ты сожмешь экран, ты, скорее всего, его сможешь повредить. Эта щель не просто так сделана. Нет, она здесь сделана, потому что ее не... Будь уверен, когда они догадаются, как согнуть экран внутри, как Huawei, этой щели не будет. Потому что из-за этой щели не запрещено, Ты хочешь сказать, что они экран взяли не у Huawei? Ой, не у Samsung? Слушай, я не знаю, у кого они взяли, там не в экране дело. Тут, скорее всего, не у Samsung. Но тут дело в том, что у них он закругляется вот здесь по внешней стороне. А у Huawei он внутрь закругляется. То есть, ты сворачиваешь и изгиб получается внутри. И когда в сложном состоянии, у тебя экран внутри обходит вот так. Но, кстати, из-за этого механизма я просто видел первые у тех же фотографии в сети. Там вот эта вот горбинка условно, у тебя она одна, а там тройная, три волны такие посередине экрана. Я не видел его вживую. Может быть, это сэмпл пока что. и опять же, люди, когда появлялись первые фолды, они же фоткали специально. Ты когда фотографируешь его просто под светом, ты видишь этот изгиб. Мешает ли он мне? Ну, вообще нет. То есть, ты его в жизни вообще не наблюдаешь. Может, здесь такая ситуация будет. Приедет, посмотрим. Надеюсь, что приедет. Но, если говорить просто серьезно, во всем этот телефон действительно хорош. И процессор рода Kirin 9000, он интересный. Но, есть несколько проблем. Во-первых, это Harmony OS. И компания сама по себе не подразумевает установку Google сервисов на этот телефон на данный момент. И это локальный запуск на территории Китая. Непонятно, произойдет ли глобальный запуск. И третье, это на самом деле конский ценник. Потому что вариант за 256 гигабайт я попросят, ну, 2800. А за 512 уже 3000 долларов. 3000 долларов, это, конечно, это то, что является самым главным аргументом в пользу вот этого телефона. Он уже доступен, он уже проверен. И камеры для большинства будет достаточно. Он с Google сервисами и он стоит 2000 долларов даже у нас официально с гарантией. То есть, а так он даже чуть подешевле стоит. А это как бы, ну, лишняя 1000 долларов. Это серьезно. Я говорю сейчас не про цену, не про цену, я говорю именно про железяку. И вторая часть по дизайну, которая мне больше нравится, там половинки не одинаковые, он сужается. То есть, если ты развернешь, та часть, за которую, например, держишь во время игры, то есть, вот там, где камера, когда он развернут, она чуть толще под руки, но верх будет тоненьким. Это дает несколько преимуществ. Во-первых, сам телефон тоньше, во-вторых, у тебя нет перевеса, когда ты держишь внизу, потому что нижняя часть, она легче. Но при этом емкость аккумулятора такая же, 4000 мАч, 4500 мАч. Но нет симметрии этой. Понимаешь, нет этой симметрии, что у тебя одинаковые две половинки. Она есть, но когда ты держишь его в вертикальном режиме, он все равно симметричен. То есть, если бы ты его держал, повернув по-другому, то тогда у тебя с одной стороны было бы уже. Но подразумевается, что ты будешь держать именно таким образом. А когда он в закрытом состоянии, он как раз таки нормально схлопывается до одинаковой толщины. Мне этот анонс очень понравился. Я действительно им вот очень захотелось этот телефон подержать в руках. Я понимаю, что ну как камеру я бы поменял свой P40 Pro Plus на него 100%. Использовать его как основной телефон Android, но на нем нет Google сервисов. На нем будет все, пока не решится проблема, будет Android 10, то есть даже Harmony S будет на базе Android 10. Сейчас там, кстати, не Harmony S, там Android 10 с Emotion UI 11. И это уже, как бы ты понимаешь, все, оно еще год назад было нормально, сейчас уже устаревает. Если появятся новые фишки в Android, которые не поддерживаются на старых Android, они не смогут это реализовать. Витя даже заржал в этом момент, новые фишки в Android. Как будто первое летное, первый год в этой фишке. Это, кстати, прикольно. Новые фишки. Сидит и пикселевод заржал просто пока. Это хорош. Но не суть. То есть это все равно минус. И за 3000 долларов ты не будешь мириться с такими недостатками. Поэтому они запускают на внутреннем рынке, где это не недостаток. Во-первых, патриотизм там за своих все дела. Во-вторых, у них и так Google сервиса там нет. На хрена они нужны. Они себе пользуются приложением на внутреннем рынке. Но, как я уже говорил, по-моему, где-то, вы можете заметить, что Huawei резко как-то подсбавили оборотов по продвижению своих там платежных систем, с которыми они работали в каждом регионе с разными. Но у нас было вот что запускаем, запускаем, а сейчас бац, притормозили. С App Gallery не так много активности. Я могу ошибаться, но мне кажется. Особенно недавнее интервью гендера Huawei, который сидел почти год, вообще никуда не высовывался, тут бац, вышел такой. Вы знаете, мы рассчитываем, что Соединенные Штаты могут изменить свое решение. То есть, не просто так, скорее всего. Ты же понимаешь, он же заявил, айфон лучший телефон вообще в мире, и мы хотим поговорить. Мне кажется, возможно, может у них что-то наклюнулось, но мне кажется, что у них начали финансово вот эта подпорка немного проседать. И был вариант либо распродавать всю дачу, как они сделали с Honor, либо прикрывать всю эту контору. И как бы они пошли на компромисс, чтобы возможно наладить общение с новым правительством США. Может быть. И я хотел бы, чтобы так произошло, потому что в очередной раз повторюсь, такого игрока, который делает вот такие вещи, очень не хочется потерять. Это до сих пор лучшие железяки. И до сих пор никто не сделал и приблизительно камеру настолько хорошей, как Huawei P40 Pro+. Это, конечно, ты можешь говорить, но Xiaomi-сты тебе скажут совершенно по-другому. Кроме Xiaomi-сты. Ты перебил. Ты еще попробуй Стасу доказать, что Pocophone до сих пор фотографирует лучше всех. Покophone до сих пор фотографирует лучше всех. Молодец. Правильно. Потому что как бы Стас может их. Вот. Говоря о других китайских телефонах, Xiaomi Mi 11 начал продаваться официально в Украине. Как-то я, честно говоря, не обращал внимания на флагманские смартфоны компании Xiaomi. Ну, на цены, по крайней мере. О флагманах я знал. Мы рассказывали, но на цены как-то не особо обращал внимания. А тут я смотрю, практически 1000 долларов за базовый вариант Mi 11. Я такой, что? Xiaomi уже флагман стоит в тонну баг. Что тебе не нравится? Xiaomi. Подожди, подожди. Процессор какой? 888. Теперь вспоминаем про Vivo X50 Pro. Ну, подожди. Vivo это A-бренд. Нет, это ж не BBK. Vivo это конкурент вот этого. Но там, я, конечно, я понимаю, о чем ты говоришь, что это дорого. Но Vivo на 720 стоило ровно, блин, столько же, чем это. Vivo это стиль, это лайфстайл. Man, you don't understand. Хочется, конечно, все дешевле. Но я здесь полностью согласен, что Xiaomi делает правильно. Хочешь дешевле? Xiaomi делает вещи. Redmi. Тут вообще. Ну, потому что, во-первых, тут стереодинамики от Harman Kardon. Как бы с этим не поспоришь. Мне очень интересно, почему это телефон. Если бы мы жили сейчас 10 лет назад, я бы сказал, нет смартфона лучшим в мире, чем Xiaomi Mi 4. Ха-ха-ха, понял? А тут как бы, у меня здесь телефон, но по характеристикам он топовый. Как поведет себя в реальной жизни Xiaomi? Сколько раз мы говорили, что вроде хорош, вроде хорош, там, я помню, обзор Mi 9, Mi 10, который мы делали. Вроде все нормально на момент теста, но потом начинали сыпать комментарии под видео, что у меня там через несколько месяцев то отвалилось, через несколько, то перестало работать. Рекламы куча было в системе, но на самом деле сейчас у Samsung тоже реклама есть. Я, кстати, ее отключил. Там же не писали, да. И все равно появляется, чувак, это просто уже маразм. Мне написали, что вот это, ты не разобрался, заходишь, маркетинговая там информация, убираешь галочку, все хорошо. Понимаешь, действительно, все хорошо, не появлялось, не появлялось, новая акция всплывает. Я тебе больше даже скажу, понимаешь, даже на смартфонах не от Samsung иногда выскакивает реклама. Реклама от Samsung? Когда ты заходишь в YouTube, о, для вашего Galaxy устройства есть 4 месяца бесплатно, и ты такой, подождите, подождите, а как? Ну, понимаешь, кейки с чем? Я буквально недавно с этим столкнулся, я в Twitter написал, у меня куплен YouTube Premium, и как бы он лишает меня рекламы в YouTube. Ну. Я захожу в YouTube, и мне здоровенный баннер прямо на первой же странице подключить YouTube Premium. Еще не много сбой был. Еще и с Samsung. Да, да, да. Это не сбой, мне люди начали скидывать. Когда сбой происходит, чаще всего он не только на твоем аккаунте происходит. Ну, просто у меня такого не происходило, и массово не было, массового характера. Бывает такое, что ну где-то сбойнуло, и типа реклама показалась даже самого себя не там, где надо. Вот, кстати, давай сейчас мы сделаем. Смотри. Давай. Люди, возможно, заплатили за YouTube Premium, и не хотят видеть рекламу в видеоблоге. А мы ее сейчас сделаем. Спонсор этого видео, друзья, мы. Мы хотели бы вам рассказать про нашу автомобильную рубрику, и чуть-чуть подчеркнуть, друзья, что наша автомобильная рубрика не ущемляет права гаджета любов, которые любят днище и видеоблоги. Как видите, мы чуть-чуть про машинки, и то про машинки, которые типа гаджеты, да, рассказали. А так про гаджеты с этим рассказываем вам. Просто некоторые люди очень хорошо заходят в наша рубрика с автомобилями по лайкам, по комментариям. Хотелось бы больше, мы рассчитываем, что привлечется на канал новая аудитория. Но я хочу просто всем сказать, что у нас есть опять-таки такая рубрика. В комментарии, в описании будет пост на Telegram, где вы сможете оставить комментарий, если хотите свою машину предоставить для тест-драйва. Вместе. Мы не будем ее без вас брать. И также хочу сказать, что канал Кедр Плюс специально был открыт отдельно от Кедра, для того, чтобы мы могли сюда реализовать разные свои желания и хобби. То есть от стримов игр каких-то, там каких-то просто посиделок в стриме посидеть, пообщаться, что-то разыграть, до длинных рубрик, которые мы не хотели там на Кедре, чтобы были, продолжали быть, это видеоблог и днище. И вот теперь автомобили, которыми мы всегда увлекались, поэтому такое здесь будет, и не надо жаловаться. Ну а те, кто поддерживает, огромный вам респект, радует, в первое время такой популярный, там как видеоблог, который, кстати, уже смотрят до 20 тысяч раз на канале с 20 тысячами подписчиков, что очень хорошо. Лайк вам от нас. Но я надеюсь, что автомобильная рубрика привлечет новую аудиторию. Пока ты не пошел вот сюда. Куда? Сюда. Я хочу еще сказать несколько, у нас есть несколько важных новостей. Первое, это iPhone 12 mini. Это очень важно. Это важно, потому что, почему? Потому что все же, помнишь, кричали, помнишь когда-то вот этих, вот которые кричали, что провал, закроют. Ну, хреново продается. Или хреново продается. Так он же хреново продается. он в топ-10 среди всех смартфонов за 2020 год. Ну. Это значит, что смартфон, который был представлен в октябре 2020 года, попал в десятку самых продающихся смартфонов за весь год. То есть, там были Galaxy S20, все поколение, там были Xiaomi всякие, там были Samsung A-serie, вот iPhone другие были. И, учитывая, сколько iPhone среди всех, там, ну, на секундочку, iPhone 11 на первом месте, 64 миллиона продалось, ну, это логично, да, это 19-го года модель, самая доступная. На втором месте, как ни странно, провал года, вообще никто никогда не купит, зачем вы про это рассказываете? iPhone SE. А я говорю... Я до сих пор не знаю, кто их покупает. Че, пофиг. Я говорил в обзоре, посмотрим на аналитику, когда оно выйдет. И все, кому это надо, вот это, посмотрите, устареешь, Apple зажрались все. На втором месте среди всех смартфонов, но это хотя бы не так удивительно. Вот дешевая модель, Apple всем нравится, там, ну, кто покупает, не нам, не гикам, нам очень нравится Apple. Значит, дальше у нас там есть еще среди айфонов, iPhone 12, iPhone на седьмом месте, 12 Pro Max, и, то есть вы понимаете, сколько айфонов в десятке, раз, два, три, четыре, и пять это замыкает десятку iPhone 12 mini, это просто... Ну, он продался хуже всех. Он хуже всех из десятки, чувак, смартфонов. Смартфонов было выпущено не одна сотня, на десятом месте iPhone 12 mini, который продался лучше, чем iPhone 12 Pro. iPhone 12 Pro хуже продался за этот же период времени, чем iPhone 12 mini. На этом как бы у меня все... А, не-не-не, не все, не все. Я хочу напомнить один маленький момент. Давай. Читая все вот эти аналитические статьи, вы могли не заметить, все говорят с октября, там представим все дела. Но если вы вспомните, как оно было, поначалу начали продаваться две самые такие не очень интересные модельки, это 12 и 12 Pro. 12 откусил кусок пирога, на седьмом месте находится, 12 Pro не попал в десятку, а 12 mini вместе с 12 Pro Max начали продаваться сильно позже. И даже за два месяца по сути до конца года они смогли попасть один на пятое по-моему место, а 12 mini, который провал, вообще никому не нужен, типа нахрена телефон был выпущен, Apple закрывает производство, попал в десятку за бедро год. там вот проблем реально у него только батарейка. Что у SE, конечно, второй намного больше проблем, но у mini просто батарейка, в остальном это очень неплохо. Не, провал года, я согласен с тобой. Не то, что провал года, просто до сих пор люди не могут нормально ответить, зачем им нужен современности компактный телефон. Я тоже не могу, я в прошлые разы говорил, что я бы задал вопрос, кому это надо, как бы я его использовал, никак. Десятое место. Десятое место в нашем чарте. Буквально пару коротеньких новостей. Во-первых, напомню, что компания Samsung объявила еще в 20-м году, то, что она начинает плотно работать с компанией AMD в плане производства своих чипов Exynos, что чипы Exynos получат графику от AMD и планировалось, что первый такой телефон это как раз таки будет какой-нибудь Foldable или Note с графикой от AMD, но совершенно неожиданно компания Samsung заявила, что первым телефоном на базе Exynos плюс графика от AMD станет ноутбук на базе Windows 10X. Насколько животворящим вообще жизнеспособным будет этот ноутбук, пока непонятно. Животворящим. Ну, животворящим. Он будет лечить, чувак. Windows лечит все заболевания. Ты попробуй, перейди, и вот все твои проблемы пропадут вообще. Вообще все. Поверь мне. Я в этом деле опытный. Так вот, касательно ноутбука на Windows. В основном все Windows 10X устройства были на базе Snapdragon и поспорить никак с M1 они не могли. Они проигрывали буквально во всем. И вот эти жалкие попытки компании Microsoft как-то типа патроллировать Apple компьютеры на M1, что на них нельзя играть, на них нельзя ничего делать. Вы посмотрите на свой продукт на базе Snapdragon. Но надежда на Exynos с нормальными видеокартами все-таки есть. И мне крайне интересно будет посмотреть на этот продукт. Если Samsung все-таки поднажмут, они хотя бы попытаются двигать этот сегмент ARM устройств на Windows. Я этого очень жду. А я хочу про хорошее вам рассказать. Наконец-таки буквально вчера вечером появилась информация официальная уже о том, что Twitter запускает свой Patreon. Они теперь позволят создавать платный контент. То есть, ты сможешь как автор, как креатор, например, создать условно комнату, у них же и Clubhouse уже есть свой, и пускать туда людей за деньги. Официально. В Twitter или в Telegram? В Twitter или в Telegram? В Twitter создал OnlyFans. Подожди, для твиттерских есть OnlyFans. Если ты из другой среды, то есть Patreon. На холеру тебе... Объясню тебе. Patreon это отдельный сервис, и ты должен как креатор... А OnlyFans как будто... Который говорит, слушайте, меня тут могут заблокировать... Ты его заблокировали. Ну, условно. Сейчас буду вам все интересное вот здесь вот рассказывать, заходите. Конверсия намного больше, потому что ты в этом же сервисе, на этой же площадке заходишь, Apple Pay чеком своим денежку скинул, и уже читаешь какие-нибудь там материалы, или смотришь сторизы с Дональдом Трампом, или что-то такое делаешь. На самом деле, это очень хорошо, и я сегодня в подкасте чуть про это рассказывал, послушайте наш подкаст, но я не считаю, что это обдирание аудитории еще и в Твиттере. То есть, смотрите, и на YouTube за премиум заплати, и на Patreon сходи поддержи, и здесь, и здесь. Объясню, почему. Давай. Потому что аудитория, она очень слабо пересекается у медиалищности, к примеру. То есть, может быть, два YouTube канала у нас, ну, к примеру, там, Кедр и Кедр Плюс, и, скорее всего, та аудитория, которая подписана на Кедр Плюс, процентов на 80 подписаны на Кедр. То есть, пересечение большое, но между площадками это хоть и не то же сравнение, как телевизор и интернет. покажи в телеэфире адрес на сайт, практически никто туда не перейдет, это проверено. Но все равно намного меньше будет конверсия при связи вот такой вот непонятной между разными ресурсами. К чему я веду? Ты можешь посмотреть на какого-нибудь ютюбера, у которого там 200 тысяч подписчиков на YouTube, который вырос за последний год, условно, то есть, стрельнул, и посмотреть на его Телеграм, ой, не Телеграм, а Твиттер. Там будет от сил, ты тысяча подписчиков, иногда меньше. То же самое с Instagram, то же самое, то есть, очень-очень маленькая получается взаимосвязь по количеству подписчиков, не подписываются те, кто с YouTube, а потом на Twitter этого человека, они его не гуглят, они не переходят по ссылке, это две разные аудитории. И вот к чему я веду, те люди, которые подписались на тебя в Твиттере, они вероятнее всего сидят именно в Твиттере. Для многих людей именно это основная социальная сеть, где они познают, берут для себя нужный контент. К примеру, читают новости, общаются, для кого-то больше социальная составляющая решают. И ты можешь быть очень крутым подкастером, но не иметь ничего в Твиттере. Или наоборот, ты можешь очень крутым быть в Твиттере, а потом завести блог на YouTube, и к тебе никто не придет. Ну, то есть, это очень маленькая будет конверсия. Соответственно, если у тебя есть аудитория в Твиттере, то ей будет, наоборот, полезно. Блин, прикольно. Могу теперь поддержать креатора, который создает для меня контент в Твиттере, если действительно у тебя масса аудиторий. Если нет, ты можешь сколько угодно тужиться и говорить, я вам сейчас буду здесь платно делать кучу всего. У тебя нет аудитории, никто за это не заплатит. Это твои проблемы как креатора. Но опять же, если у тебя есть 100 тысяч подписчиков, у тебя куча ретвитов, значит, ты интересная, значит, аудитория в Твиттере на тебя подписалась не просто так, и, соответственно, она будет рада поддержать тебя на этой же площадке, на которой ты создаешь контент, чтобы ты продолжал создавать на этой площадке контент. Подожди, каким способом они хотят вести монетизацию? Просто я вижу это себе так. Если человек, только заплативший деньги, будет видеть некоторые твои посты и некоторые твои, ну, твой, условно, контент, это полнейший бред. Это максимальный маразм, который, ну, типа, погубит тебя как контент-креатора в Твиттере. В Твиттере что? Самая быстрая социальная сеть, где появляются быстрее всего новости все. Это как раз-таки Твиттер. Ты заходишь в Твиттер, и ты максимально быстро можешь получить актуальную информацию, потому что это даже не статью на сайт где-то написать, это просто буквально пару слов. Все это в Твиттере, зарепостили, залайкали, это все разлетелось. Это уже давно не так. Если у тебя... В смысле, это давно не так? Это давно не так. Твиттер ввел треды. Все, это уже считай, считай лонкриды. В смысле тред? Не, не, ну, тред ты можешь составить, если ты сам себе что-то отписываешь, да? Там есть конкретно создать тред, создать вот это вот, как там называется, ну, короче, это как лонгрид, состоящий из маленьких просто Твиттер. И часто там пишут, сейчас будет там тред про то-то, про то-то. Ну, тред это дедушка. Ты ведешь... Нет, это интересно. Я подписался на несколько аккаунтов, которые про урбанистику там вещают. Я понимаю, что я бы читал какие-то отдельные твиты, а потом, к примеру, этот аккаунт, который мне реально интересный, пишет, ребятки, для наших там платных подписчиков сейчас будет тред про трамвай. Почему это там офигенный транспорт? Ты платишь за 240, ну, это маразм полный, потому что там в Твиттере есть реклама. Введите подписку, которая будет убирать рекламу. Вот, например, ты заходишь на профиль какого-то чувака, чтобы читать его треды, тебе может высвечиваться реклама. Если у тебя нет подписок, если у тебя есть подписка, и она не высвечивается, и какая-то монетка идет к креатору, например. Просто, ну, рекламодатели же могут приходить туда. Плюс у больших Твиттер-аккаунтов есть посты рекламные. Это очень редко вылаживает, потому что Твиттер очень такая аудитория, которая на рекламный пост реагирует просто ты что, мразь? Они могут тебя любить бесконечно, но если ты что-то рекламное выставишь, они тебя просто закопают. Что ты хочешь? Ты сейчас опять сравниваешь чуть по-другому. В Ютюбе же тоже есть как бы платные подписки. Да, этот... Скажи его, господи. Не скомфортно. Один из первых автообзорщиков был. Как его? Академик даже у него интеграцию заказывал. Нет, вот этот... Жорик Рязан Вахтанов. Да, понимаешь? Он идеальный пример того, как вот эти закрытые видосы нихрена не работают. Потому что он сначала туда полез, потом он начал все свои ролики закрывать, потом он полез в обзоры телефонов и все ролики закрыты только за деньги. А потом он подкасты, стримы, на которых ему донатили, он тоже делал по платной подписке. И просто он когда-то нас что-то обсуждал. Он нас когда-то обсуждал и типа скинулся, когда захожу, типа надо быть платно еще подписанным. Чего? Нет, тут надо делать просто разделение контента. То есть общий контент и закрытый контент. Ну плюс-минус. У нас типа на Патреон... Ну понимаешь, для этого есть специальные соцсети, специальный Патреон и Орлифан, где люди готовы прийти, чтобы платить. Я с тобой не соглашусь. Твиттер... Смотри, не соглашусь почему. Тебя никто не заставляет это делать. Как с Жориком, к примеру, если ты ударился в то, чтобы бабло зарабатывать, слушай, на твое место придет еще 10 жориков, которые будут бесплатно это делать. Но Твиттер это не та платформа, где ты создаешь прям нереальный контент. Кто тебе сказал? Где? Покажи мне хоть одного известного Твиттер-криэйтера. Объясняю. Объясни, кто такой Твиттер-криэйтер. Недавно слушал подкаст «Похожий о фотографах». Выпуска 4 назад, по-моему. Они обсуждали лучшие социальные сети для фотографов. И некоторые из них, которые реально фотографы, простите, говорят, что Твиттер это едва ли не идеальная социальная сеть для фотографов. И там фотографы нереально собирают свои портфолио и очень сильно продвигаются. Потому что Твиттер не жмет фотографий. Ты можешь собирать сразу большой фидбэк. Ты можешь, в отличие от Инстаграма, оказаться сразу в каких-то трендах, потому что ты запостил, у тебя что-то очень классное. Фотографы именно, они могут сказать, сделай новую серию фотографий. Вот посмотрите, несколько примеров. Полная галерея в моем платном доступе. Так есть для этого другие платформы. Зачем? Если еще раз нервам. Его читают в Твиттере. Подожди. Ютюб, ты креатор. Что ты создаешь? Ты создаешь видео. На сайте. Ты креатор, ты создаешь интересные статьи. В Твиттере ты создаешь какой-то инфоповод. Ты обсуждаешь какую-то актуальную новость. Ты не создаешь там контент. Фотограф. Фотограф у тебя есть портфолио ты можешь создать. Вопрос доступа по одному клику, чтобы не переходить на другой сайт. Это раз. Так что это портфолио какого лешего должен платить человек за то, чтобы его посмотреть. Ты не должен. Нет, приведи мне пример. А кто-то хочет. Твиттер это все-таки текстовая среда. Объясню. Смотри, Ром. Креатор Твиттер. Забудь про Ютюб. Кто это? Смотри. Из другого. Я уже объяснил, но может тебе просто не понял. Смотри. Тупой, да. Не понял. Ты человек. Вот представь себе. Есть такие люди, я знаю таких людей, которые пользуются только Твиттером. Твои проблемы, да. То есть, ты не можешь, ну у тебя нет времени. Для тебя Ютюб, это знаешь, хорошо, более простой для тебя пример. Я думаю, с этим просто ты сталкиваешься каждый день. Есть люди, которые пользуются только Фейсбуком. То есть, для них Фейсбук, это вот все. Я ненавижу Фейсбук. Я туда вообще терпеть не могу заходить. Так вот, есть люди, которые пользуются только Твиттером. И Твиттер очень сильно вырос на всех практически рынках за последний год. Просто капец рванул. И вот для этих людей, которые пользуются только Твиттером, не важно, что ты на Ютюбе кто-то платит, что еще, потому что я знаю, есть миллион сервисов, где люди сейчас прямо платят, а я про это не знаю. И меня оно не колышет, как и тебя сейчас не колышет по поводу Твиттера. Но вот те люди, которые смотрят только Твиттер, они подписаны на каких-то креаторов, которые, да, где-то это новостная лента, и там ты же можешь списки создавать, а где-то это создатели контента, как фотографы. Кто-то туда музычку выкладывает, к примеру. Кто-то... Ну, музыка выкладывается туда опять-таки из каких-то саундклаудов, еще чего-то. А кто-то пишет целые новостные сюжетики. Кто-то каждый день треды выкладывает. И кто-то умный, типа вот сидит, и сейчас я вам расскажу про то, как устроено вот это. А почему он там делает? Потому что ему эта платформа показалась удобной, и он собрал достаточное количество аудитории, чтобы ему это было интересно делать по какому-то фидбэку. И тут у этой аудитории, которая хочет, чтобы он продолжал это делать, чтобы он не забил. А он забьет. Почему? Потому что если это не приносит денег, как на подкасты все забивают спустя какое-то время, если он не приносит денег, ты начинаешь искать пути монетизироваться. А теперь у этой аудитории, блин, я буду ему денежку заносить, чтобы он не забил, чтобы этот интересный контент продолжал быть в Твиттере. Просто есть, окей, допустим, есть личности, которые не ведут активности в Ютубах, например, они только в текстовом формате. И чтобы не создавать на сайты, потому что сейчас на сайты нового поколения не ходят, все ходят в основном куда? В Телеграм-чатике, в Телеграм-канальчике. И с Твиттера много переводят свои закрытые Телеграм-чаты, там, где они вот пишут, как ты говоришь, лонгриды еще. Просто я не представляю. Я пользуюсь только Твиттером, я Фейсбуком не пользуюсь. У меня в Телеграме нет ни одного, условно, только кедр, ни одной группы, на которую я бы был подписан, потому что мне максимально плевать все, что я хочу, что я получаю в Твиттере. Но я не представляю, что я бы какой-то лонгрид бы читал в Твиттере. Максимум какая-то... А я тебе объясню. Хорошо, я тебе пример привел. Я на твоем примере объясню. Но, во-первых, сразу тебе скажу, что перестань мыслить только со своего пузыря. Ты прав. Тут никто не знает, Я говорю только свое мнение. Вот, вот. То есть для тебя это нормально, и тебя никто не заставит платить. То есть наоборот, для тебя было бы, наверное, хорошо, что появился Твиттер премиум какой-то. Ты не видел рекламу. Рекламу. Вот от рекламы. Но правильно Витя говорит, что в Ютубе есть и премиум, и поддержка контента, и многие этим пользуются. Для тебя, вот представь, ты пользуешься, ты говоришь, ни на один канал не подписан, ты все потребляешь в Твиттере. Появляется канал, к примеру, или я говорю, я еженедельно буду делать подборку, то есть все, что делал в Твиттере, я и буду делать. Но еженедельно буду делать идеальную просто подборку, как сейчас очень, кстати, популярна эта тема по имейлу, имейл рассылки, есть целые сервисы, которые, чувак, еще раз, ты крутишься в своем пузыре. Большие сайты сегодня делают за деньги рассылки по имейлу, и люди на это массово подписываются. Почему? Потому что ты раз в неделю получаешь, это же не так, что просто ссылки. Ты красиво оформленно получаешь, ты читаешь, как будто тебе пришла газета, прям вот просто открыл ссылочку, и красиво редакторский материал читаешь с подборкой. Люди любят топы. Ты заходишь в Твиттер, и раз в неделю от меня ты получаешь вот такой контент, где я буду собирать топовые, значит, по трем категориям. Топовые автомобильные статьи со своим мнением, топовые велосипедные, например, там, по путешествиям будут свои рекомендации давать. Чувак, сейчас... за распространение полнографии. Ты скажешь... Бул! Послушай, а почему ты этого раньше не делал? А потому что это требует хорошие такое усилия, тебе надо приложить усилия, чтобы это сделать, а оно никак не вознаграждалось финансово. Понимаешь, в Телегу загнать аудиторию проще. Телега есть у всех. Что ты тебе сказал? В Твиттере... Да в Телеге ты получить репост, чтобы... И вот это есть у всех, опять же, человек, ты в своем пункере. Нет, Твиттер... Твиттер есть намного большего количества людей, чем Телега. Телега – это мессенджер. Твиттер – это социальная сеть, где ты читаешь посты. Соответственно, запостив что-то... Твиттер – это где люди общаются. Запостив что-то в Твиттере, намного больше вероятность даже просто получить какой-то охват, потому что кто-то репостил, репостнул, а то увидел, о, прикольно, еще репостнул, еще это завирусилось. В Телеге так не происходит. В Телеге ты должен сделать... Я представляю просто, как это выглядит. Условно, захожу на твою страницу, 240 символов, ты создаешь, так, первое сообщение, топ чего-то там автомобилей, и по сообщению, ты по ссылке будешь... Тред, тред. Или, подожди, получается, одна фотография и три слова, условно о машине, потом вторая фотография, и это... А фотографии не отнимают символы, если что. Я знаю, чтобы это было интересно читать и смотреть. Я создаю каждую неделю тред с подборкой, самое интересное, он может на 100 сообщений быть. Люди пишут треды иногда, слушай, есть тред там про холокост, и чувак описывает с фотографиями по пунктам, что там происходило, и ты читаешь это просто как ленту. Ну да, это возможно Твиттер, которые придумали себе когда-то костыль такой, за счет которого они стали теми, кто они есть. Поэтому сейчас взять и отойти просто, знаете, а теперь мы еще разрешаем вам лунгриды делать. Нет, это был бы отход от канонов и потерялась бы суть этой социальности. Потому что это передача коротких сообщений. но людям иногда хочется... Если бы людям не хотелось больше сообщений, они бы не вводили 240 символов со временем. Для меня это сомнительное. Лучше бы не им монетизацию с рекламой. У них же есть еще и клабхаус свой. Полноценный клабхаус, просто у нас не работает. У них и сторис есть, и аудиосообщения, которые выпилили. И сторис, и аудиосообщения, и вайны были. И я считаю, в отличие от Google, Twitter делает все правильно. У них что-то перископ очень правильно они делают. Да. Некоторые вещи не полетели. Некоторые вещи полетели или полетят. Это правильно. Ты, если ничего не делаешь, ты угадай, что у тебя, ничего не получится. Ну, из того, что делал Twitter в последнее время, они делают полнейшую абсурдную. И вот... Треды, треды залетели, прям до сих пор популярны. Опросы. Понимаешь, насчет того, что мы до сих пор типа вот нельзя редактировать твиты. И не надо будет. Я объяснял же, что ты объяснял. Мы с тобой об этом говорили, что правильно. Потому что если твит набирает, например, большое количество репостов, он выносит там рекомендации, он высвечивается у вас всех. Если человек изменит какую-то информацию... Даже не репостов. Вы могут скриншотить и использовать как... Против вас условно. Но, блин, в Facebook, например, которым я не пользуюсь, там эти вот эти лайки, дизлайки, вот это вот все. Там лента новостная, захожу в Facebook, на людей, на которых я не подписан, на которых я ничего не знаю. Вызвечивается какой-то пост, который набрал много... Бла-бла-бла. И его можно редачить. Его можно отредактировать. Именно поэтому в Facebook то и дело всплывает. Там у нас там теперь создается отдел по борьбе с ложной информацией. Тут мы боремся. Тут нельзя ложную информацию публиковать. И я думаю, что не в последнюю очередь из-за этого. А Twitter активно используется, особенно на Западе, как, по сути, инфоповод. То есть там тот-то запостил политик кто-то. Делается скриншот, вот что он запостил. В Facebook, ну я не знаю, наверное, такое где-то есть. Я такого не слышал. Ну я не видел, не слышал. Я уверен, что такое где-то есть, опять же. Но в Twitter я прям везде. Вот езжу где-то по отелям, когда сижу, чаще всего, ну раньше как было. Сидишь завтракаешь в отеле и на телевизоре у тебя новости какие-то крутятся прямо в этом. И я регулярно вижу там новостная лента, там бац, всплывает. В Twitter запостил. Это просто уже привычно, нормально. В Facebook я такого не видел. И опять же, это потому что какое-то неизмененное мнение. Ну как бы я считаю, что так и будет. Короче, я этому рад. И я даже задумался, что так как у меня есть аудитория определенная в Twitter, я его не веду так, как хотелось бы, потому что просто нет времени. У многих таких, как я, появится стимул что-то делать. Вот поверьте, когда Apple что-то сделает с подкастами для кредитов нормальное, подкастов станет в разы намного просто больше. Сейчас это многие делают просто на энтузиазме, как я. Ни копейки не зарабатывая, тратя время, тратя там усилия, ну тупо вообще, кроме вашего фидбэка, который очень сложно получить, ничего не зарабатывая. Вот для многих Twitter теперь станет более полноценной социальной сетью, на которой можно зарабатывать. Давай. Или все? Все? Все. Останавливайся в новостях. У нас очень много вопросов на этой неделе, как ни странно. То есть у нас то бывает в днище мало поздавали, как в этот раз, хотя мы нормально поотвечали. В этот раз очень много интересных вопросов вы задавали в сообществе. Не ленитесь, пожалуйста, это делать. Блин, а то иногда кажется, слушай, а может не надо отвечать на вопросы людей? Может это никому уже не надо? Надо. Николай Инструктор. Ребята, а вы точно разбираетесь в автомобилях, когда их советуете? В свете последних обзоров бэушек годов 2008-го и старее видно, что Рома что-то изучает по моторам модели, но в целом выглядит, как будто автослесарь с руками в масле рассказывает про технологические новинки. Мне вот просто интересно, а что ж такого нужно тебе знать глубокого, чтобы рассказать об автомобиле? Нет, ты неправильно ответил на этот вопрос. Мне просто интересно. Мы не эксперты и не позиционируем себя как эксперты. Суть рубрики в том, чтобы подписчик рассказал свое мнение. Смотрите, вы можете посмотреть 10 обзоров автомобиля про Джимни, ну я просто вот говорю, как есть, и вам везде расскажут одно и то же самое. Ну смотрите, валка, вот качается, или маленькая, или багажника нет. Это вы хотите узнать или вы это и так знаете? Вы это уже узнали из первого обзора, а остальные все, они чаще всего не отходят от мнения оригинала, потому что ну выпустил уже какой-то гигант свое мнение. И типа, ну если я сейчас скажу, слушайте, да нормальный багажник, ну типа, этого достаточно для такой машины, надо сложить сидение, вот поехал. Нет, ты что, тогда продался, по-любому продался, поэтому они все начинают троллить уже этот багажник. Это я просто на примере говорю. А мнение владельца, оно может быть кардинально другим, потому что он знал, зачем он это покупает, и его не колыхал этот багажник. И он говорит, слушай, да багажника нет, у меня он бокс на крыше, смотри как она умеет. И смотри, что я исследовал за год, а смотри вот это, вот это третье, десятое. Мы поэтому берем владельцев машин, которые уже годами на них катались, и они рассказывают, вот ты думаешь сейчас купить Мазду Тройку? И блин, классно выглядит, а что с ним может происходить? Я дупля не отстреливал, что у него может жопа держаться на саморезах, понимаете? И все это массовое явление. Вот, зачем эта рубрика? Тебе владелец говорит, Рома говорит, что на гвоздях, он говорит, не на гвоздях, на саморезах, и показывает там саморезы торчат. Это то, на что ты будешь потом обращать внимание. Я считаю, что это с одной стороны фановый формат, как шоу, а с другой стороны кому-то будет полезный. Да и слушай, просто посмотреть на актуальный обзор. Обзоры, как таковые автомобили, отмерли давно. Из обзора кто есть? Asato Channel, но он какую-то техничку, от которой ты заснешь, говорит, что тебе нужно знать от технички? Зачем мы вообще смотрим техничку? Словно, зачем я смотрю техничку? Плюс-минус характеристики автомобиля, но это не настолько важно. Какие у него достоинства, какие недостатки и с какими проблемами я столкнусь? Это самое важное. Тебе плевать, есть ли балансирные, например, валы в двигателе твоем или нет. Насрать тебе, когда ты будешь этим ездить, и он будет у тебя ломаться. Понимаешь, тебе нужно знать, какие проблемы тебя ждут, какие недостатки у этого автомобиля всплыли за последние 10 лет эксплуатации. И практически все, те, кто обзоры делают, те, кто не просто обзоры, не обзоры, а мнение просто свое выражают, они делятся какими-то эмоциями и, возможно, какими-то фактами, которые приключаются с автомобилями, потому что это важно. Мы об этом и рассказываем. Вот так. Я придумал новый формат. Какой? И я сейчас озвучу, чтобы все знали, что это мы придумали. Такое есть на тебе. Я на всякий случай возьму. Будем делать формат, а мы все это будем делать. Можете не держаться за свои длинные эти. Какую-то назовем. Что-то из серии Амери-тачка. Американская тачка. Будем собирать отзывы людей, которые пригнали тачки со штатов и со всех их приключениями. Потому что чаще всего люди там делают фотографии. Это будет интересно. Встретились там свои джеты. А ну расскажи. Ой, горы, лыженько. Ты понимаешь, большинство не признаются в этом. Признаются. Чувак, им нужно, во-первых, никто не будет, вряд ли кто-то тебе будет признаваться в чем-то, потому что ему это что-то нужно продать. А у нас такой люк, что как бы... А в последние, особенно все наши выпуски, люди... Мы приехали вчера автомобиль, который снимали, хвалить, а чувак тебе рассказал все, что с ним было. Нет, он рассказал, что с ним приключилось и как типа сервис хреновый был. Будут, будут. Достаточно количество людей. Слушай, я продал Ионик, на видео показывая все. Ты понимаешь, приходит чувак, у которого нет никакой медийной составляющей. У него есть автомобиль. Тем более не узнает про его машину. И как бы... Желание продать-то побольше, подороже. И что? Где-то на ютюбчике он рассказал про свою... Да какой... Никто даже не узнает, что он где-то рассказал. Не, люди будут. Но тема интересная. Я сомневаюсь. Делаем отдельный рубрик. Артем Айней. Или Арней. Привет от Арийца. За новую рубрику Тачки до десятки. В смысле привет? А ты что? Что? Как-то тут берега попутали. Что это? Что такое? Привет, чувак, от Арийца. Это немного... Ты что, Майн Камп с утра почитал за чайком или куда? А, что это такое? Не, все нормально. Продолжай. У меня дети регулярно Майн Камп играют, собирают крафты там всякое. Саш, пожалуйста, ты не хочешь? Мы даже стримили недавно. Перестань произносить это слово, потому что ролик будет заблокирован навсегда вместе с каналом. Пожалуйста. Ты же помнишь, мы создали газовую камеру там еще... Ну, на стриме сидели. Это порежет, потому что Александр не понимает всей сложности ситуации, в которой... Всю газовую камеру, в которую он всегда загоняет. Ну, Оскар реально создал же тему, что двери не открывались. Ты там включаешь, а оно закрыто. Душ. Это душ называется. В бане было. Дальше. А то всякие бородатые, крашеные и академики уж слишком взаимно рассказывают, а у вас простенько так чайники даже поймут. Вот это, кстати, к чему мы движемся. То есть, есть куча технички, а мы хотим просто на эмодзах. Просто у меня вопрос очень... И все больше и больше. Нас как бы хвалят, но у меня вопрос, а в каком месте бородатый, крашеный академик? Это Asato Channel, Стас и академик. Где там? Где? Не, ну академик технический шарик, слушай, но раньше он рассказывал много. Он рассказывал много, лет 5 назад, 6, когда вот еще ездил на своей фронтере, и он там снимал отдельные ролики, типа, что такое дизель, что такое бензин, бла-бла-бла, потом забил болт, потому что всем нужно эмоции. Ну согласен. Эмоции. Ладно, вопрос дня. Есть ли возможность стедикам для смартфона подобрать плюс-минус 100 долларов, чтобы трех осевой не сдыхал за час работы, и чтобы лопаты современные не выпадали? Если есть, посоветуйте, плюс, марси, равчик, топчик, джим, не красавчик. Короче, друзья, мы в стабилизаторах не особо шарим, есть жуюнги, есть DJI. Мы DJI OM4 делали обзор, классная тема, с кучей навороченных фишек, все лопаты держат, мы проверяли, более того, его можно даже не стандартный кредл использовать, а просто стандартную магнитную площадочку, и вообще не будет никаких проблем. Живет долго, но он стоит чуть-чуть дороже, по-моему, 100 долларов, но ты как бы плюс-минус сказал, я брал проверенный. Это вот этот четвертый, да, просто с чем я столкнулся, я просто на него подснимал. У меня рук кирвей, я не разобрался, не понимаю, как оно работает, но в некоторых диапазонах S20+, был прикреплен к этому стабилизатору, и, например, в граничных каких-то зонах, напряжены моторы, и он начинал просто в вибрацию входить, какой-то резонанс, то ли ему было тяжело держать его просто третий использовал, а не четвертый. Ты какой мне давал? Он был серенький. И тот, и тот серенький, но просто в чем прикол, что у четвертого намного более мощные моторы, и третий как раз с этим грешил. Ты сказал четвертый, нет, ему не дам, пусть третий донашивает. Возможно, это было так. Давай, Парфи, Даш. Даш, длинный вопрос, я просто не мог не зачитать, потому что человек старался, я вкратце передам суть после всех вводных слов. Я уже ответил. Есть два вопроса, когда Рома купит Лазерман, и какой именно? В жопу, зачем у меня? Ну, зачем у меня есть нормальный инструмент, называется Xiaomi, отверточки, я не делаю все. Вопрос, Саша, можно ли разобрать, допустим, Лазерман TTI, превратить его в Wave, или любой другой? Короче, можно, можно их модифицировать, и в принципе, наверное, TTI разбирать и делать Wave, это что такое вообще? TTI, ну, Charge плюс TTI и Wave, это одно и то же, только TTI намного лучше, потому что у него 420 сталь, у него, извините, у него H30V, по-моему, короче, у него более жесткая сталь, и этот клинок продается отдельно, ты можешь, наоборот, Wave купить, сэкономить денег, и со временем, к примеру, когда подсобирал, клинок заменить, поставить от Charge, я бы Wave, если доставить Xerator с остропорезом от Charge, и клинок, поставить, клинок называть, вот это, тютюрка просто, клинок, и поставить клинок от Charge, будет отличная модель, но только без титановых ручек, последнее предложение, я сам хочу купить, Лазерман ВФП, Субблэк, ты вопросы выбирал, понятно, ага, все, это вопрос, да, Евгений Радков, снимите, пожалуйста, ролик, про выбор дрона, DJI, кому, какая версия, подойдет, также, Mavic, тех же Mavic, уже несколько серий, и почти каждый из них умеет, уже не одно поколение, все они имеют разную цену, и функциональность, друзья, мы запускаем, буквально, я думаю, что на неделе, или через неделю, первый выпуск, у нас регулярно, где-то раз в две недели, будет выходить, школа полетов, мы хотим собирать, эта тема интересная, мы будем приглашать сюда людей, которые будут делиться, на кедре будет рубрика выходить, в первом же выпуске, расскажем, на какой дрон, и кому обратить внимание, много таких вопросов, люди интересуются, стоит ли менять, стоит ли, какой первый дрон купить, мы вот просто разложим, все, по полочкам, на своем опыте, потому что лично, через мои руки, проходят совершенно все дроны, DJI, консюмерские, хотя, в ближайшее время, возможно, будут и за 40 тысяч долларов, вот эти вот аграрные, проходить, потому что, тоже хотим с ними, познакомиться, но в школе дронов, мы раскроем все темы, Кирилл Зимаков, вопрос обоим, как вам Toyota Fortuner 21 года, ты видел такую? Сейчас я думаю, потому что есть там Forerunner, Forerunner это рамный, а Fortuner это по-моему, он же ж, не, он до сих пор тоже, Fortuner тоже срамный, да, а ну покажи, до этого был срамный, 21, не знаю, мне кажется он срамный, ну выглядит он как будто он срамный, 21, знаете, да, это тоже рамный, мне очень нравится, мне Fortuner и прошлый нравился, он спартанский сидел, вот я сейчас посмотрел, я его кстати первый раз вижу, по всей видимости он рамный, и по всей видимости он не будет продаваться у нас, и кстати на базе Fortuner FJ-ка делалось, правильно? По-моему да, именно на базе Fortuner. FJ Cruiser на базе этого, Pradica делался, с укороченной рамой на базе Pradica, вот, вот наше познание в автомобиле, потому что там постоянно же полный привод, а у этих part-time в основном, у них постоянный полный привод, есть только в топовых модификациях, на счет этого лучше посмотри, есть этот клубный автосервис, по-моему канал, это который NIVA, Suzuki клубный автосервис, он называется, который NIVA разобрали, и в последнее время они, разобрали, Toyota, Toyota автосервис, вот, нет, клубный сервис, Suzuki он называется, но они обслуживают нормальные автомобили, и не только ваши Suzuki, ну вообще-то нет, они очень сильно любят Suzuki, недавно они разобрали, нет, ухозяева хозяина Toyota, и только Toyota и были, по Suzuki, он называется Suzuki, но Toyota, вот, этот канал просто довольно-таки, ну, типа, не мой формат, но интересно мне просто посмотреть на разобранную машину, чувак, он такой добрый, ну вот, типа, смотрим, о, они часто покупают, либо какие-то ребята приезжают, это же они ГОПу показали, чувак, я же не говорю, NIVA они же разобрали, или приезжают какие-то подписчики, предоставляют новые автомобили, за то, что его полностью разберут, там, этот сервис, шумят их, может, музыку доставляют, что-то делать, обрабатывают драму, такой бы сервис в каждый город, ну, сервис реально офигенный, там как раз можно посмотреть, отдал, ну, серьезно, когда ты точно знаешь, и насколько все-таки важно для такого сервиса, иметь YouTube канал, который типа показывает, что у тебя есть респект, и ты, как сервис, начинаешь дорожить своим именем больше, и ты не можешь набокопорить, потому что про тебя тогда начнется молва плохая, но, условно, при разборе, там технички на единицу времени очень мало, вот, к сожалению, там, условно, ролики по 25 минут, но полезного, ты даже иногда объем двигателя не узнаешь с разобранным автомобилем, он просто разберет, покажет, как он выглядит разобранным, и соберут, ну, рекламные интеграции, шумоизоляции, там, еще чего-то, то есть, иногда информации маловато, но интересный канал, зацени, посмотри. Ариэс 89, сможет ли Samsung сделать Galaxy Fold еще тоньше, или остальные фолды будут примерно такой же толщины, конечно, сможет, и это, смотрите, как сильно изменился второй фолд по сравнению с первым, то есть, исправили тупо все недостатки, и это был, ну, настолько серьезный прорыв, но сейчас мы понимаем, все равно, щель есть, он достаточно толстый, он достаточно тяжелый, и это только начало развития этих телефонов, это как второй виток развития смартфонов вообще, поэтому, естественно, даже на примере того Huawei, что мы сейчас видим, мы понимаем, что тоньше они будут становиться. Я расстроился, бутерброд опять забыл дома. Ничего, зато я блинчики взял, вообще, я тебя хочешь обрадую, там лежит кусочек круассана, и ты можешь его съесть. Крусасан, ох, с кремом, с кремом. Николаев, привет, привет, питание до Сашки, сколько в среднем у вас бюджет на одну вэлоподорож, на два дни, я с пацанами скидаетесь, ромчик и привет, контент топчик. Могу сказать следующее, бюджет у нас от тысячи, до десяти тысяч гривен был. Это по Украине, по Украине в рамках нескольких дневного путешествия. Все очень сильно зависит, как вы далеко едете. Мне присылают фоторужья, которые я хочу. Чувак, это выглядит срабрики, не смс, приходит там ствол, типа у тебя на часа. Кто ты такой? Кто ты? У чего? Пожалуйста, продолжай. Так вот, стоимость такая, за все плачу всегда я, потому что, ну, как бы это моя ответственность, я считаю. Я вообще считаю, что друзьям со мной повезло, очень сильно. Я завидую своим друзьям, что у них есть я. А вообще, если кроме шуток, иногда, мы недавно видео снимали с Саней, мы катались и думаем, блин, поехали, сейчас кого-то дернем с ночевочкой, мы типа палатку организуем, все дела, возьмем гриль, газовый гриль, барбекю, приготовим где-то на природе, мясо, отдохнем, пообщаемся, и мы не смогли найти друга. Ну, типа, я думаю, чтоб мне сейчас позвонил кто-то и говорит, слушай, вы нам не звонили. Давай, мы просто имя друзья. Мои имя друзья. Давай. Давай. Все, давай. Что, ты недавно ездил со мной? Давай. Прекрасное путешествие, совсем не криминальное. Отличная, отметочка. Послушай, кому интересно, в подкаст. Я рассказал про уголовное дело. Мы все постоянно передавать и передать. Кому интересно, в подкаст. Это не шутки и не кликбейт. Или вру в дед просто. Так, ладно, продолжай. Короче, мы с Саней думаем, это бы вот мне сейчас позвонил кто-то. Говорит, давай мы сейчас за тобой заедем, мы еду купим, мы организуем спальное место, костерчик, там повисим, музычку послушаем, отдохнем, завтра тебя домой доставим. Все за это. И народ такой... Я полежал, блин. Это выходной день, ну ты поспать хочешь, полежал. Короче, я тупо не знаю. Потянусь. Тяжело, тяжело. Ладно, спасибо за комментарий. Дальше. Дмитрий Князев, Саша пробовал в корабле играть? Нет. Буквально сейчас World of Warships можно выиграть. Нет. Сундук и мяч и щит. Чувак, вот почему ты не играешь в кораблики? Кораблики там, каждый ролик можно дейсить, интердейсить, еще и торпеду подарят. Вот начни играть в то, что им нравится и как бы и нравится всем и как бы и нам понравится. Санчики, One Love. Джон Раус, кто-нибудь из вас увлекается инвестициями, акциями на бирже? Есть уже свой портфель какой-то или негативно относитесь к этому? Мы начали майнить? Они начали майнить. Я не при дела. Я в это, вот вы меня туда не вписываете. Короче, начали майнить. В портфель себе потихонечку, пока никто не видит. Сидим. Просто другое, майнинг и акции это разные вещи. Да, это я просто говорю, что мы начали майнить, а по акции нет. У меня нет лично, не знаю, может у пацанов есть, но я вот недавно подумал, есть вещи, вот ты так живешь, ты добиваешься каких-то результатов. Ну, я, к примеру, там, у меня уже там машина, которая хотела есть, дом строю. И думаю, вот сейчас откатиться нам на 3 года назад, этого всего нет, тебе заново все добиваться, это как страшный сон выглядит, прикинь. Там дети еще, растить заново детей. Ну, я думаю, ну, я бы сейчас, зная все, что будет, на 10 лет назад откинулся бы. Легко. А весь мне в Apple акции, в Tesla акции и купить там 100 биткоинов и, чувак, и все, и ничего больше не надо строить. Это же буквально недавно чувак, у которого как раз-таки у него 100 биткоинов и было, 10 лет он держал их и вот только-только его все-таки вывел в валюту. Чувак, 10 лет, какая выдержка у чувака, сколько раз он скакал, потом опускался 3 года назад. у меня просто, у нас на канале есть видеоблог, где мы брали интервью чувака, который этим занимался и который, и это точно помню, это было, когда биткоин стоил 300 долларов и мы ржали, типа, за 300 долларов купить непонятно что. Типа, кто до этого надумал. Ну, слушай, у тебя выдержка тоже хорошая, ты до сих пор не можешь вывести свой биткоин. Когда он упадет, сможешь. Анатолий Анатолевич нам написал. Не тот. Ребят, посоветуйте недорогую камеру с поворотным экраном для блога, пожалуйста, спасибо за контент, вы крутые, спасибо. Я могу посоветовать до сих пор не из недорогих камер, для блога Canon M50 офигенная камера с поворотным экраном, недорогая, линейка оптики есть и тоже относительно недорогая. Для первой, да и вообще даже для камеры хорошая, скоро мы будем снимать видео в нашу рубрику автомобильную с человеком, который мой M50 купил и снимает влог до сих пор и про свою машину и про путешествия до сих пор и как раз таки на M50, который я ему продал. Вот так. Это перед последним вопросом, а последний от Max Low. Вопрос к лепоте. Не думал приобрести нормальную машину? Да, Саня, я вот не хотел спрашивать, ну мало ли. Если честно, ну вообще я иногда задумаюсь, вот я езжу и думаю, вот вчера я заезжал к Кучеренку, завозил ему объектив. Он купил себе машину недавно, Hyundai Texan со штатов. 1 на 6 турб. Нет, слушай, он за те деньги, которые снял, я не буду озвучивать, но максимальная комплектация, там кожа, мультимедийка, CarPlay, Android Auto, там все дела. То есть, все есть, что хочешь. И я смотрю и думаю, блин, она стоит в 3 раза дешевле моей в итоге. А по комфорту вообще не сравнивается. Нет, лучше на Suzuki есть Hyundai. Чувак, не в том суть. И я думаю, ну реально вот он получает комфорта больше. Полный привод, там все дела. И я же говорю, это еще раз подчеркивает, не покупайте Suzuki Jimny ни при каких раскладах, если вы сомневаетесь. То есть, это точно автомобиль, который вам не принесет никакого удовольствия, если вы не знаете, зачем он вам нужен. Поэтому, ну если кроме шуток, я понимаю, что вы просто шуточный. Да, я задумываюсь иногда. То есть, иногда хочется сесть, развалиться просто в свою машину. Комфорт, там массажик, тут вот все современненько, современненько, большое, шумоизоляция, я могу ехать 100 км в час иногда. Вот, этого хочется в жизни. Но, но, преимущество Jimny лично в моем случае для меня важнее. Вот так. Это все вопросы. Посоветую что-то посмотреть. Я ничего не посоветую, потому что я до сих пор, я как углубился в этот сериал, пока не досмотрю. Какой сериал? Ну я же рассказывал, американская семья. А, точно, ты рассказывал, да. Я возобновил кинопросмотры, как бы вернулось ко мне что-то, мне захотелось что-то посмотреть. И я посмотрел неизведанный для себя фильм Тарантино. Я не знаю, слышали вы о нем или нет, от заката до рассвета. Там снимался сам Тарантино. Ты смотрел его? Чувак, на ВХСе смотрел. Я его пропустил. Я смотрел Тарантино, ну последних годов. Но вот этот фильм, 90-х актеров? Это заклинание в Гарри Поттера. Есть Авада Кедавра, есть Тарантино. Вот. И от заката до рассвета, это просто ужас. Я гуглил ужас, хотел какой-то старенький, прикольный найти. И такой бах, Тарантино, я смотрю, вроде не поможет, когда-то в детстве смотрел, но я не помнил сейчас. Чувак, я уселся смотреть, первые, ну процентов там, 50 фильмов, классический Тарантино. Кровь, абсурдные местами ситуации, интересно, классно, ты смотришь, там даже какая-то движуха, там типа, грабители вынесли кассу и пытаются сбежать со страны из США в Мексику, пересечь границу. Они пересекают, и потом такой ересь, такая хрень начинается. Прикольное? Ну, первая половина прикольная, вторая половина, это такая бредя. Не знаю, под какими веществами, просто делаешь. Там, ну в конце, я думаю, ни для кого это не будет спойлером, потому что фильм 95 года. Я посмотрю, не надо. Нет. Чувак, не смотри. Нет. Этот фильм не смотри. Ну я просто про него много слышал, я даже музыку с него знаю, но я понять не имею, о чем там, не надо рассказывать. Ну все надо. Если ты просто нацелен поржать, если у тебя хорошее настроение, ты хочешь просто расслабиться и чисто поржать. Иногда так надо. Но там очень глупо. Концовка, я сидел, как это профинансировали, у кого просто возникла идея. Платит деньги, снимайте. Это полнейший бред, но я посмотрел, прикольно поржал. Но, Рома, это не ужас. Да, три, ну это ужасы. Но это не ужас. Я тебе скажу, берешь ботчат, включаешь ТСН и как бы там же. Берешь ботчат и едешь туда, где стоит бабаха. Это ужас. Не знаю, что такое, я уже запутался на первом же слове, но из того, что действительно могу посоветовать, как бы серьезные фильмы, это Море деревьев или Лес самоубийц, в зависимости от рынка, как бы проката этот фильм, 15-го года с МакКонахи довольно грустная, имела такая драматичная киношка. Некоторым может показаться затянутой, и как бы сюжет не особо оригинальный, но подумать о великом и посмотреть на отличную игру МакКонахи, я думаю, стоит. И тех, кто хочет просто поржать, вот разгрузить голову из того, что я могу действительно посоветовать, это фильм называется «Призрачный патруль» 18-го года, там ни один из актеров мне неизвестен, то есть это такой низкобюджетный фильм, очень там элементарно смотря на эффекты, ты понимаешь, что он ну вот такой себе, но когда я его начал смотреть, там глупость ситуации просто зашкаливает, и актеры отыгрывают, как профессиональные, крутецкие актеры, там суть «Призрачного патруля» в том, что чуваки снимают типа сериал с тем, как они изгоняют призраков, духов злых, и создатели этого как бы сериала понимают, что это полнейший бред, они не верят в привидения, ни один из них, и под конец пятого сезона уже падают рейтинги, и этот, и сериал как бы хотят закрыть, ток-шоу, и ребят, которые финансировали, тоже хотят предъявить им, какого хрена вы снимаете, такого говно просмотры падают, мы не зарабатываем, что это за фигня, и как бы продюсеры говорят, что ребят, надо вот под конец пятого сезона хотя бы одну нормальную серию снять, вас-то закроют, мы вас всех уволим, но хотя бы мы останемся на плаву, их посылают тоже в Мексику, снять один из каких-то самых ужасных, заброшенных домов в Мексике, и после этого начинается максимальная бредятина, с которой ты просто ржешь, как угорелый, но она тупая, вот чувак, ты должен понимать, что ты должен быть настроен на то, что это просто максимально тупо, но ты такой, ладно, хорошо, я с этого поржу. Купо настолько же, как и выехать на батчате к бабахе, но вообще очень приятно, чувак, что ты берешь, рассказываешь, это классные советы, я посмотрю, вот этот я фильм посмотрю буквально сегодня, 36+, да? А, 16+. Я говорю, если ты настроен на это, то тебе пойдет, просто посмотри трейлер. Да, что еще вам посоветовать, ничего. А, и ни в коем случае не посоветую вам смотреть эффект Манделы, потому что фильм за, явки очень большие у него были, это фантастический фильм с теорией, что мы находимся в матрице, это все компьютерная симуляция, завязывается это еще с тем, что главный герой потерял дочь, ну, у нас лирически уже сказали, что главный герой, он стародалец, и он перестает верить в реальный мир, и он думает, что он находится в симуляции, потому что он начинает замечать отличия в реальной жизни, условно, там, какая-то игрушка из детства была с хвостом, и он это помнит отчетливо, его друзья помнят, а на самом деле она без хвоста, например, монополию, чувак там с моноклем, а на самом деле, типа, чувак из монополии без монокля, и он начинает гуглить, что происходит с миром, и находит вот этот эффект Манделы, то есть, типа, многие, есть определенная группа людей, которые уверены в том, что происходило какое-то событие, происходило какое-то событие, хотя на самом деле, оно не происходило, вот я построил трейлер, я такой, типа, это охренеть, я хочу это смотреть, я буду это смотреть, даже неизвестные актеры, плевать, я буду смотреть, чувак, я дострел до конца, знаешь, в итоге это все оказалось, матрица, есть несколько миров, и мы находимся в симуляции, и чтобы, подожди, и не то, чтобы раскрыть симуляцию, не раскрыть, кто эту симуляцию сделал, и т.д. и т.п., чувак перезагружает матрицу, чтобы вернуть свою дочь, и он перезагружает матрицу, знаешь как, ну ты находишься в симуляции, как перезагрузить матрицу, да, он находит просто компьютер, в одном из университетов, ну компьютер в университете, и он там сидит, матрица перезагрузилась, да, я вспомнил просто, что я вам не посоветую, тоже, друзья, без матрицы, без всего, никогда не выезжайте на бочитильоне, к бабахе, подписывайтесь, комментируйте, всем пока, пока,